Как член изборского клуба, то есть человек, который занимает жестко антилиберальные патриотические позиции, я вам скажу, идет постепенный демонтаж государств, устоев нашего государства. Один из этих устоев – Академия наук. У меня вопрос к тем, кто это все придумал. Госпоже Городец, к Медведеву, к Ливанову. Они не задумывались никогда, почему Петр I, Менделеев и другие куда более светлые умы, чем они, создали именно такую Академию наук. Почему они ее вооружили зданиями, землями и очень высокой степенью независимости от государств, от государственных чиновников, вот от этих «умников» в кавычках. Почему? А я вам скажу, потому что они были люди умные, и они понимали, что Академия наук есть опора всего государственного сложнейшего механизма. И она должна быть в известной степени невосприимчива к дури, которая периодически возникает вот в этих вот легких и быстро пролетающих умах. Она была создана такой, чтобы даже в советских условиях она могла, например, дать отказ при вступлении или при вступлении в состав Академиков, например, члену Политбюро ЦК КПСС, то есть одному из людей, которые вершили судьбами страны. Но это происходило реально, это можно легко в этом убедиться, и это много раз было. То есть она была независима, она была суверенна, потому что у нее были свои активы, и она периодически, конечно, входила в ту или иную фазу. Кстати говоря, сам возраст академиков, это величина, это статистическое явление достаточно сложно определимое, потому что на самом деле вот эти так называемые академические старцы, они определяют скорее стратегическое направление развития науки. А институты, научно-практические, чисто научные, фундаментальные, прикладные, эти институты, там все в порядке с кадровым составом. Другое дело, что Академия недофинансировалась практически до сегодняшнего дня, она недофинансирована. И в этом смысле, это знаете, как все равно лошадь не кормить, а потом ее взять да и зарезать. Почему? Ну она не ездит. Но она не везет, ничего не тащит. Вот это примерно это происходит. Второй момент это рейдерство, потому что я считаю, что это рейдерский захват. Это, знаете, попытка под шумок провести такое решение, которое позволит каким-то людям, и я бы очень хотел потом посмотреть, что это будут за люди, управлять огромнейшими, огромнейшими активами Академии наук, которые до сих пор после всех скандалов с Минобороны остаются как бы неоприходованными. И здесь, повторяю, это очень тяжелая, очень опасная для государства ситуация, которая нам придется, а, исправлять, б, нам придется пережить последствия, если эти вещи будут приняты, пережить последствия, переболеть этими последствиями. И я очень надеюсь на мудрость все-таки людей, которые отвечают за государство в том смысле, что они просто этого не допустят. Хотя уже сейчас практически все сделано, то есть два чтения прошло, и фактически на третьем чтении даже нельзя вносить изменения.